Добрый вечер! Вы смотрите программу «На справде» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур. В ближайшие 20 минут мы поговорим об информационной безопасности. Этой теме был посвящен круглый стол, который прошел в Харькове, весьма представительный круглый стол, который был инициирован фондом демократических инициатив имени Илька Кучерева. Я с удовольствием представляю наших экспертов, гостей студии. Ирина Бетешкина, директор фонда демократические инициативы имени Илька Кучерева. Здравствуйте, Ирина! И профессор политологии Киева Могилянской академии Алексей Гарань. Здравствуйте, Алексей! Добрый день! Когда используется термин «информационная война», в принципе предполагается как минимум обоюдность действий. Две стороны участвуют в этом процессе, как ни крути. Но, позвольте себе свое частное мнение высказать, пока что это все больше похоже на то, что происходило в Крыму, когда с одной стороны активные действия ведутся, с другой стороны, с украинской стороны, как таковых-то, собственно, ответных мер не предпринимается. Практически режим молчания. Уместен ли в этой связи, на ваш взгляд, вообще термин «информационная война» между Россией и Украиной? Ну, действительно, так считают и журналисты. Мы провели опрос журналистов в 70-ти. Они считают, что действия Украины были неэффективными в этой войне, действия России были эффективными. То есть, скорее, можно говорить пока что об информационной агрессии России и недостаточных ответов со стороны Украины. Собственно говоря, потому мы и ставим вопрос об информационной безопасности, и эта проблема становится все более и более актуальной. Алексей, ваше мнение? Вы знаете, я не совсем согласен с Ириной, с которой обычно я соглашаюсь. Смотрите, я думаю, что если мы говорим об информационной войне, вы правы. Это информационная война, которую начала Россия, и действительно, это информационная агрессия, которую начала Россия. С нашей стороны, я думаю, речь не идет об информационной войне. Речь идет о том, что мы вынуждены отвечать на эту информационную войну. Вы знаете, я не согласен с тем, что российская пропаганда была эффективной, а украинский ответ нет. И ответ почему очень простой, потому что на самом деле мы говорили правду, а они говорили неправду. Да, вот это вот неправда, можно кого-то одурить, оболванить. Но если мы посмотрим, как на это реагировал весь мир, Путин никого не обманул. Но Путин и не вещал-то на весь мир, целевая аудитория, понятно. Нет, Путин как раз, вот тут я бы сказал так, ну какая целевая аудитория? Ему нужны были и то, мы знаем, что по тем данным, которые все-таки удалось получить, на самом деле в Крыму не большинство пришло голосовать. И то есть это где-то было около третьей населения, и потому Путин так торопился с переносом даты референдума. Ну там люди были обработаны, да, конечно, они получали информацию только из российских, в основном из российских телеканалов. И нужно правду сказать, из украинских центральных телеканалов, которые при Януковиче, в общем-то, действительно не занимались защитой украинского пространства, а фактически подыгрывали России. Да, все эти тезисы на раскол Украины, вот мифических, значит, там, бендеровцев, махровых антисемитов, националистов и так далее. Это же не только россияне, давайте говорить честно. К сожалению, большинство наших центральных каналов этим тоже занималось. И, конечно, результат люди, которые смотрят в основном эти каналы, не только в Крыму, но и на Востоке, у них складывается определенная картинка. Вот у меня двоюродный брат в Российской Федерации, у него совершенно определенная картинка. Вот о фашистах, которые там на Майдане. У меня родной брат. То есть, опять же, в этом смысле мы можем говорить об эффективности, допустим, российской пропаганды. Но если мы говорим о том, что произошло в мире, мировое сообщество, как это реагировало, оно отреагировало однозначно. Путин проиграл, вот в этом парадокс. Путин проиграл, а Украина выиграла. Потому что все увидели, кто агрессор, а кто не давал никакого повода для агрессии. И последняя агрессия такая, аннексия, в Европе, она была в начале Второй мировой войны. И это были Гитлер и Сталин. То есть, Путин оказался в одном ряду. Понимаете? Поэтому я не думаю, что это можно говорить, что это информационная победа Путина. Более того, и Ирина подтвердит, опросы, которые проводил фонд демократические инициативы, они показывали, что на востоке страны цифры тех людей, которые за присоединение к России, они пик в Донецкой области 30... Ну, в Крыму я мечтаю. В Крыму даже 40%, 41%, Донецк 33%, и по Харькову бы сказали 15%. То есть, вот Донецкий, если Донецкий Крым, это максимальный, да? А далее это падает. Вот, поэтому, да, поэтому, опять же, вы знаете, я думаю, на самом деле, когда мы открываем возможность для людей получать альтернативную информацию, люди начинают думать. А у меня в этой связи вопрос. И, кстати, давайте два вопроса из одного попробую сделать. Вы говорили о пике настроения. То есть, есть какая-то динамика, да? Влияет ли интенсивность пропаганда российская на сепаратическое настроение? Если сравнивать с прошлым годом, поскольку этот вопрос мониторинговый, он ставится время от времени, почти каждый год, то эти настроения растут. Скажем, в прошлом году в Крыму таких было где-то приблизительно треть. Потом стало 40, и вообще на несколько процентов выросло в каждом регионе. Ну, получается, что самая массированная даже пропаганда дает всего лишь несколько процентов. Это вторая часть моего вопроса, собственно, о чем я хотел спросить. Получается, что, в общем-то, несмотря на явные, очевидные подтасовки, тенденциозную до предела, до беспредела, я бы даже сказал, подачу информации, но, тем не менее, зерна падают на хорошо у навоженную почек. Люди хотят, получается, слышать. Вот то, что они слышат, они хотят это слышать. Им бросили то, что они хотели. Получается так. То есть, не во всем виновата информационная... Здесь еще и возрастной фактор. Потому что практически во всех регионах желание соединиться с Россией возникает где-то у граждан после 50 лет. То есть, я бы даже сказала, что это не желание жить в современной России, это ностальгия по Советскому Союзу. Потому что, что такое современная Россия? И желание, скажем, вернуть назад время. И вообще такие иллюзии, что в России Советский Союз остался. Ну, частично он там и остался, но все-таки Россия тоже сильно изменилась за это время. А им кажется, что им вернут Советский Союз. Например, если взять Крым, вот два фактора, которые сыграли, потому что там даже визуально было видно, кто идет голосовать на участке. Все-таки там подавляющее большинство, это люди были старшего возраста. Они прекрасно помнят, как хорошо было в Советском Союзе, когда у людей просто не было никакой альтернативы. И Крым – это была земля обетованная, куда все стремились отдыхать, ехать летом. Собственно, Крым и Сочи. Там Сочи, Адлер и все. На весь огромный Советский Союз. Где-то получить место в сарайчике – это было, в общем, очень замечательно. А путевку от профсоюза? Ой, а путевку от профсоюза. Притом жили по четыре человека, как правило, в комнате. Даже там по две семьи селили, потому что так, чтобы кто-то один жил в комнате, то это вообще, знаете. То есть, вот такая иллюзия, что это вернется. Что опять будет Крым такой же. А это не может вернуться. Потому что кто мешал раньше россиянам ездить в Крым? Да никто, пожалуйста, едьте. Вот, альтернатива появилась. И вторая была надежда, что будут российские пенсии, которые выше украинских. Примерно раза в два никто не говорил о том, чтобы, ну вот вы говорите о контрпропаганде. Да просто покажите, какие просто ценники, какие цены в российских городах. Они значительно выше, чем в Украине. Ну, вы знаете, я не исключаю того, что в Крым, в всяком случае, в начале, пойдут какие-то деньги из России, потому что им нужно будет создать какую-то привлекательную картину. Но уже сейчас там русскими рублями украинские пенсии платят. Но мы должны понимать, что эти деньги разворуют. Половину украдут по дороге из Москвы в Крым. Еще половину украдут в самом Крыму. И потом мы должны понимать, что будет построено в Крыму. Это будет свободное общество, не коррумпированное, без бандитизма, с верховенством права. Нет. Это будет, в общем-то, то же, что и в России. Это будет коррумпированное общество, с криминалитетом, с отсутствием верховенства права. Но уже сейчас они в шоке, потому что им сказали о том, что новая власть не признает украинских реестров собственности, и что они будут создавать свои собственные реестры. Сами будут, как они будут сами, без всяких реестров. Ну да, тут есть, вы знаете, то есть вообще, если думать о том, какие законы, что нарушаются в Крыму, нарушается все. И международное право, и основные принципы правовые. То есть есть принцип частной собственности, неприкосновенности. И он распространяется независимо от того, какие потрясения происходят в государстве, смены режимов, или даже переход части одного государства в состав другого государства. Да, пусть даже вот в таком нелегитимном образе. Но если у меня есть дом, он у меня есть, у меня на него есть акт, он у меня есть. А не так, как тут ставят вопрос, а теперь нужно провести какую-то процедуру перерегистрации, а для этого, наверное, потребует получение российского паспорта. То есть мы сразу понимаем, сколько это создает возможностей и для психологического давления, и кого-то будет просто выталкивать оттуда. Мы сейчас говорим о таких вещах, как верховенство права, свободы и так далее. Поэтому я думаю, я к чему, вот фактором, вот как нужно вести контрпропаганду, я думаю, что процессы, которые сейчас происходят в Крыму, надо просто показывать. Правдиво. Правдиво. То, что сейчас там происходит. Ну и не только в Крыму, вообще нужно показывать. То есть я думаю, что самый лучший ответ на информационные войны, это правда или хотя бы альтернативные точки зрения. То есть человек тоже мог получать альтернативные точки зрения. Собственно говоря, стандарты журналистки. Но я вот о чем хотел спросить. Вы говорите о вещах, которые в шкале ценностей, скажем, среднестатистического украинца, россиянина, наверное, тоже, они занимают не самое первое место. Верховенство права, соответствие там законам и так далее, пока не коснется себя лично. А российская пропаганда работает гораздо проще. Вот радиоактивный пепел, в который мы Америку превратим, и бандеровцы, которые жгут живьем Беркут, и так далее. Все очень просто, понятно, и так далее. Может быть, в этом тоже какая-то причина того, что с нашей стороны как-то что-то не удается контрпропаганда. Я думаю, что вот такие вещи, я даже читала, что там вроде бандеровцы кому-то отрезают головы и играют в футбол, мы, по крайней мере, по интернету. Это то, что было во время событий в Абхазии, то, что творилось. Вот такое сообщалось. Да. Я думаю, что тут надо просто еще смехом с такими вещами бороться, показывать наиболее одиозные какие-то сюжеты, и просто, знаете, ну, с юмором, с юмором. Так как, кстати, интернете иногда обыгрывают эти вещи довольно удачно. Это самодеятельность. Вот интернет, по-моему, единственное поле, где какая-то действительно ведется, ведется война однозначно до полного прекращения там дружбы между старыми совершенно друзьями и так далее. Там, по крайней мере, есть возможность как-то в режиме онлайн аргументы приводить. А вот с телевидением не поспоришь. Ну, почему? С каким? С российским? С российским. Ну как, ну, в экран кричать, ну что, они не слушают. Ну, просто показывать альтернативу. Например, например, я же говорю, что вот у меня в Калининграде живет родной брат и нам с ним, ну, мы стараемся не заговориться, не заговориться, потому что, ну, в общем, когда он какие-то вещи снатиряло про бандеровцев, говорил, ладно. Потом вот стал говорить, ну, у вас же, значит, вот ваши же там вот жертвы, все, ваши снайперы убивали своих. Это вот один из сюжетов, который, значит, я не понимаю, почему нашему СБУ не показать, ну, какие-то уже предварительные уже есть результаты. И они что-то сделали, да. Что-то сделали, но никто об этом ничего не слышит. То есть не хватает официальной информации, которая бы опровергала, получается, да? Конечно, должна быть официальная информация, а ее нет. Ну, да, тут вопрос подачи. Я думаю, что на самом деле, опять же, достаточно было информации, да, которую подавали во время того же Майдана, а просто не показывали, что россияне будут показывать, что на самом деле происходило на Майдане. А я думаю, что часть тех, кто смотрел российские телеканалы, часть тоже убеждена, что это... Мы же не на россиян вещаем, это, собственно, только на украинцев получают. У нас территория, мы не вещаем на Россию, да, нас не смотрят в Хабаровске и в Чите. Я это понимаю, но я говорю, а те, кто смотрел российские телеканалы здесь, для кого это основной источник информации. Понимаете, опять же, то есть люди, которые отрезаны, да, вот, которые не получают альтернативной информации, то есть вот, ну вот, мы были в Киеве, да, значит, мы видели, как это все происходит. Конечно, это нонсенс. Кстати, вот я ехал, мы ехали в Харьков сегодня, с нами ехал и пожилая уже там по 70 лет пара из Винницы, они ехали к своей дочери, которая на юбилей, которая живет в Белгородской области. Они говорят, мы едем, но мы сказали, что никто никаких тем не поднимал, потому что мы не хотим с ними эти темы обсуждать. Они там уверены в Белгородской области, что фашисты, да, они говорят, какие же мы фашисты, да, 70 лет, но там верят в Белгородской области. Вот он вопрос о том, как работает пропаганда, когда нет альтернативных источников. А вот что касается контраргументации, мне кажется, очень хорошая была сделана, я не знаю, как это сказать, ролик, где параллельно господин Гитлер, да, рассказывает об аннексии судетов, да, и параллельно показывает, что делает, что делает, но это, по-моему, они и не сделали, это еще где-то было, но он показывал, да, и речь Путина в Георгиевском зале, ну, действительно, параллели, параллели поражающие, аргументация та же самая, там немцы, значит, мы поэтому забираем, а тут русские, мы поэтому забираем. Кстати, параллели, за которых сейчас отчисляют преподаватели, да, из-за него последний случай, оскорбительные аналогии, которые неуместны в данном случае, это так, это их формулировка. Я вот о чем еще хотел поговорить, получается, что на данный момент телевидение явилось самым эффективным, да, вот рупором на нашу страну, вот, которая вещала, и потоки всей пропаганды именно через телевидение, в интернете можно с этим бороться, можно. На втором месте считается по эффективности это социальные сети, Facebook, ВКонтакте и все остальные, почему? Потому что там якобы говорят очевидцы, якобы такие же люди из народа, внимание перепост, пишет мне женщина. Это было или со мной, или это было с каким-то из моих знакомых, и доверия к этому больше, ну, вроде бы, понимаете, это неофициальная пропаганда, там, Кремля или чего-то еще, это люди, которые видели, которые знают, вот, но если, скажем, внимательно посмотреть, кто это, оказывается, что эти страницы были открыты недавно, это уже как-то внушает некоторое подозрение, а Facebook не обманешь, когда их открыли, тогда и открыли, то есть очевидно, что там серьезно работают как раз вот с такой молодой публикой, которая этим пользуется, поскольку, ну, вот кажется, что это какие-то, ну, вот, реальные истории, реальная пропаганда о реальной истории, а в реальной истории очевидцев, ну, доверия больше, что там кого-то побили, там еще кому-то там нагрубили, в общем, а там, ну, то есть, ну, вот один, кстати, я прошу прощения, одна из разновидностей, мне кажется, такая война на нервы, что называется, вот, то, что творилось во время Майдана и то, что сейчас в измененной форме происходит вот практически каждые выходные, по крайней мере, в Харькове, наверное, во всех восточных областях, внимание, только что сообщили достоверные источники, информация, едут, едут, значит, бандеровцы, там, 30 автобусов из Львова, сейчас едут, значит, тетушки из Белгорода, сейчас уже танки у нас границу пересекают и так далее, и так далее, то есть, вот то, о чем вы говорите, да, действительно есть такое. Ну, вы знаете, я как раз думаю, что вот тут, это, кстати, часть, вот я думаю, российской информационной войны, посеять панику, вот панику, что вот что-то сейчас произойдет, значит, власть заваливается, власть неэффективная, полный хаос в стране, и, к сожалению, многие журналисты, как бы, они какие-то выхватывают сенсационные вещи, они это делают, потому что, ну, с одной стороны, вроде бы и рейтинги нужны, да, то есть, нужны какие-то сенсационные заявления, а потом, понимаете, у нас же сегодня опять эйфория, как после помаранчевой революции 2004 года, мы можем говорить и критиковать правительство и президента, ну, его президента, на всех каналах, понимаете, то есть, то, что раньше происходило вот на нескольких небольших каналах, а теперь можно опять делать, да, то есть, сейчас же особого геройства не нужно, правда, для того, чтобы критиковать нынешнюю власть, ради бога, да, геройства не нужно для этого, и понимаете, я думаю, что, как бы, сейчас наблюдается определенный перекос, вот мне кажется, что, поскольку я преподаю сравнительную политологию, я всегда это сравниваю с другими странами, историческими периодами, на самом деле, то, что у нас происходит сейчас в Украине, оно происходит достаточно плавно, достаточно максимально легитимно смена власти, насколько это возможно в нынешних условиях, сравните, как это все происходило в Украине, то есть, на самом деле, это, это не Ливия, не Сирия, то есть, это максимально делали легитимно, если бы не российская военная агрессия, я думаю, что все бы происходило очень спокойно, максимально легитимно, в том числе и на востоке страны, и даже в Крыму, потому что там премьер-министр Могилев, он тоже признал новую власть, да, и Добкин с Кернесом признали новую власть, и так далее, да, с интонациями, но тем не менее, хотелось бы у нас минуты 3-4 остается, и подходим, наверное, к одной из главных тем, единственная реальная контрмера, которую предприняла Украина в этой связи, это запрет на обещание, временный запрет на обещание нескольких российских телеканалов, дай бог памяти, это НТВ+, это ДРТР, Первый канал, есть две точки зрения, с одной стороны, это, ну, вроде бы как, покушение на базовую свободу, свободу слова и информации, с другой стороны, есть точка зрения, ну, представьте себе ситуацию, когда в 41-м году в Москве продавали бы Феркеш Белобахтер, да, то есть, как бы, вот, вот, интересно вашу точку зрения туда послушать. Я думаю, основания были, потому что это уже не журналистика, то есть, это однозначно, с другой стороны, я не думаю, что это будет очень эффективно. Почему? Потому что люди, которые доверяли этим телеканалам, они или будут искать возможности их смотреть и дальше, ну, тарелки, есть же такие возможности, либо, если не будут иметь такой возможности, они будут убеждены, что правда там, и все, что здесь, это не правда, а вот правда там, которую им не дают знать. То есть, эффект вражеских голосов, как в Советском Союзе, да, поскольку это BBC его глушит, значит, они говорят правду где-то вот так, да? Я думаю, что, хотя основания, повторяю, были. Ну, я думаю, что это какой-то эффект даст, и я действительно согласен с тем, что, понимаете, когда это не журналистика, это действительно информационная геббельсовская пропаганда, и когда фактически идет война, так, когда забирают территорию страны, когда нам прямо угрожают, конечно, в этих условиях, я думаю, что это вынужденная мера. Знаете, мне мама звонит и говорит, ой, а ты слышал вот о таком, таком, таком? Я говорю, мама, где ты это? Она говорит, ну как, ну вот я включила канал, значит, Россия 24. Я говорю, мама, выключи и не слушай, это будет лучше для твоего, для твоего психического здоровья. Смотри наши каналы, они дают разные точки зрения. То есть, к сожалению, опять же, вот эти вот каналы, они прямо занимались информационной, информационной войной, поэтому я действительно скажу, что эта мера, она вынужденная. Ну что же, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. На этом, увы, все время эфирное подходит к концу. Спасибо, что смотрели нас сегодня. До свидания. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok